Меня часто спрашивают, стоит ли делать укольчики красоты. Лен, ты делаешь укольчики красоты? Я так о себе скажу. Вы можете подумать, права она или не права, я просто о себе скажу. Я не сделала ни одного укольчика красоты и очень надеюсь на свой головной мозг, что у меня с интеллектом будет что-то такое в порядке. Лет это до 80, вот после 80 запросто можно делать любые укольчики красоты, уже себя не жалко. Но если вы предполагаете, что вы доживете до 90, до 100 лет, то желательно не превращать свою кожу в кирзовый сапог, потому что каждый укольчик красоты, даже если он произведен вашей собственной сывороткой, это очень странный способ подачи питательного вещества. Обычно все нормальные органы питаются через кровь, и кожу проще простого накормить через кровь, если, конечно, убрать с нее гипертонусы, с мышечного слоя подлежащего, но это отдельная тема. И очень странно, когда люди пытаются кормить кожу инъекциона, потому что каждая инъекция – это микрофиброз. И еще микрофиброз, и еще микрофиброз. Вот вы подсели, да? Вы подсели. Раз в 6 месяцев ходите или раз в 3 месяца. Микрофиброз рождает новый микрофиброз. И еще, еще, еще. А потом, в конечном итоге, ну вы же богатая женщина, придете к пластическому хирургу и скажете, а мне вот здесь поправить, мне здесь поправить. А он скажет, вы знаете, у вас настолько много было вот этих инвазивных процедур, что кожа, она вся зарубцованная. Она как кирзовый сапог. И, к сожалению, я не могу вам помочь. Иногда пластические хирурги так и говорят. Поэтому, друзья, мы все с вами кидаемся на эту кожу, потому что у нас мысли очень примитивные. Я смотрю на вот эту вот межбровку, и она мне не нравится. Пойду-ка я ее уколю. А есть же еще ботокс, ботулинический токсин. Если захотите, приходите на очень подробный разбор полетов. Все от шлифовки лазерной лица, от нитей до ботокса и там мезотерапии. Роллеры. Вот по поводу мезороллера расскажу. То есть все инвазивные процедуры быстренько, быстренько, быстренько я вам выдам, и что лежит в основе эффекта. Тоже расскажу. Кстати говоря, этот вебинар, точнее, это целый марафон трехдневный, будет 29, 30 сентября и 1 октября. Не пропустите. Ссылочка под этим видео. Будем встречаться целых три дня. И я думаю, что мы с вами разберемся, как из просто ухоженной женщины стать ухоженной молодой женщиной, у которой каждый слой лица подвижен относительно ниже лежащего. Нет такой маскообразной такой вот маски на лице, когда все слои под воздействием какого-то травмирующего фактора срослись, и все это взялось маской. Хорошо, если маска вверх, а если маска вниз, да? Ой. Ну, в общем, это очень интересная и, главное, очень трогающая тема, потому что каждая девчонка хочет, чтобы человек на нее смотрел и ошибался в определении ее возраста лет этак на 15, в сторону ниже. И я так думаю, что мы с вами этого достойны. Регистрируйтесь на вебинар, приходите, будем вместе разбираться. Регистрируйтесь на вебинар. Продолжение следует...